Дарова-дарова, народ! Канал Селив Фоксин. Расскажу, как делать зимние блёсна для ловли хищника. Я этими блёснами пользуюсь для ловли окуня, для ловли ротана. Вот, по Подмосковью. Изготавливаю я из металла, где-то миллиметровка. Использую металл, это латунь. Медяшка. Нарезаю сам, делаю сам. Это, в принципе, показывать не буду, тут ничего сложного нет. Чертите на полоске металла форму, той блесны, которую вы хотите вырезать, нажмем по металлу. Ну и, в принципе, далее начинайте пайку. Пайка у нас, это первый этап, это лудение одной стороны. Вот, я ее пролудил, уже подготовил, то есть, непосредственно для пайки. И второй момент, хотел который указать, это у нас, как она будет у вас крепиться в клетке. Первый момент, это когда непосредственно пробиваете отверстие вот здесь на изгибе. Вот, это можно сделать толстой иголкой, ну или непосредственно можно сделать такую скручку. Из любой медяшки, из любой проволочки тоненькой, вот. Ну и, соответственно, далее пайка. Что мы делаем? Мы вырезали форму блесны, которую нам необходимо, вот, подготовили и облудили. То есть, это олово и, соответственно, припой. Далее вы берете уже иголочку такую, которая не пристает к припою. Закрепляете она на доске, обрабатываете ее припоем, разогреваете. Далее у нас идет непосредственно сам брикой. Наращиваете сколько вам надо. на блесну. Далее выбираете крючок, который вам необходим для этой блесны. Я использую, как правило, четверку, пятерку, овно русскую. Вот такую. Режу шестерку. Можно использовать одну, можно двойной. Далее кладем сюда сама пайка. Загреваете олово. Ставите крючок. В принципе, как-то так. Все довольно-таки просто. Ничего сложного в этом нету. Паяльник 40-ваттный, в принципе, не мощный. Вот. Если какие-то необходим вам более серьезные блесны выполнять, то есть, там, из более толстого металла, полутора миллиметрового или еще какого-то, можно взять паяльник более сильный, там, 60. Вот. Это сороковка. Далее. Еще сейчас надо работу имею. Дуть на припой не надо, потому что используется качество непосредственно пайки. Поэтому не стоит этого делать. Оно все равно так-так остынет у вас. Вот. Для улучшения качества пайки можно использовать побольше смолы. Вот. Появляется глянцевая поверхность на поверхности блесенки. Вот. Так. Одну мы сделали. Отправляем мы ее остывать. Потом будем чистить, зачищать, подготавливать ее. Далее берем вот такую блесну, которую непосредственно сверху, с петелькой. Петельку делаете обычно скрутку. Из этой скрутки сюда впаиваете ее сверху, вниз, соответственно, крючок. Блесенка вот такая. Но это покупная. Я ее перепаивал, потому что я ее обломал. Крючок отломил. Вот. Соответственно, берется, вставляется в досточку. Далее берется крючок, которого вы выбираете для блесенки. Это тоже пятерочка. Вон, ну, соответственно, ставили и запаяли. Близко сажать совсем крючок к блесне не советую, потому что количество холостых поклевок увеличится. Я, наоборот, оставляю побольше здесь крючок. Так что просечка и количество реализованных поклевок гораздо больше. Вот, все. Вторая блесенка готова. Ну и третья, она сегодня самопальная. Блесенка, которую я показывал уже. Медяшка обычно пробита двумя этими. Соответственно, здесь отверстие подключен. Пробиваем. Можно припой сразу непосредственно класть сюда, на саму блесну, чтобы ее не гонять. Греется, долго греется. Относительно. Маленькие блесныки с 40-ваттным паяльником. Очень здорово, быстро греется. Берется крючок вот такой. Я взял номер 4. Уже облудил его, подготовил. Ну, соответственно, закрепляешь блесну, разогреваешь ее, впаиваешь. Холост. В принципе, все. Для первых паек советую те, кто будут начинать паять сами своими руками, пользоваться лучше всего, конечно, этим пинцетом медицинским, потому как крючок имеет свойство нагреваться, и довольно-таки тепло становится. Я уже, в принципе, делаю это не в первый раз, и не первый год, поэтому я пальцы уже приучены к этому. Я его не чувствую. Все. Чук впаяем, чуть-чуть подерживаете, вставляете. Все, блесенка готова. Далее мы идем, соответственно, обрабатывать все это дело, то, что мы напаяли вот эти три блесны, три блесенки. Сейчас я покажу, как они обрабатываются. Нам понадобится набор надфилей, вот таких вот, маленьких. Паста Гоя, с юриской иголочной. Ну и, соответственно, еще нулевочка шкур. Берем блесну. Вот, паяна. Начинаем ее. Зачищать. Берем надфиль. Чтобы убрать крупные неровности на блесне, вот такого рода на пае, можно это в процессе пайки сделать. Официально покажу, как это дело вручное. Дерется надфиль. И сейчас убирается от надфиля лишнее. Чтобы опкультурить ее, сделать. Крупные здесь не понадобятся. Мелкие. Вот. Можно сказать, как это выглядит. После пайки некоторым металл, материал, если очень тонкий, он имеет свойство краснеть, и так далее, и тому подобное. Как вы здесь на блесне, видно, не видно, не знаю, кому это передает. Появилась красная полоска. Эту красную полоску можно легко убрать. Вот. Вообще, шкурка пользуется. Наждачкой не советую, поскольку она портит все-таки цвет. Вот блеск блесны. Вся эта пользуется пастой гоя. Но это более уже для дальнейшей подгонки блесны. Вся эта пользуется уже более тонкой. Вот. Почистили. Выровняли. И, соответственно, остался припой. Припой сейчас мы быстренько выровняем. Вот. Придадим. Придадим. Форму необходимую. Соответственно, догоняем шкурку уже. Наждачка. Как-то так вот получается вот это. Со временем вот этот припой потемнеет, это даже лучше, поскольку то, что привлекает рыбу, это вот эта вот, соответственно, часть металлическая, это уже у вас идет, для дальнейшей подработы выглядит блестяще, маленькая блесна, которая осталась вот такая, берем опять надфиль, надфиль надфиль уравняем, убираем крупные неровности, во второй случай это делал, когда уже, соответственно, припайки. Так, натираем пастой, соответственно, уже по металлу. Это я делал, специально затемняю, припой, более матовой цветами придает. В принципе, вот получилась блесенка. Очищенная, готовая. Все, так вот готовлюсь к зимнему сезону, подготовил три блесенки, небольшие буквально там за 15-20 минут, вот можно напавить больше, можно подготовить сразу несколько форм, видов блесенки, потом уже просто запаять их и все. Времени это занимает немного, как-то так. Все, пока-пока, всем удачи, удачи на рыбалках, всего самого наилучшего. С вами был канал Селифокс, увидимся, ни хваста, ни шуи, пока. Субтитры сделал DimaTorzok